В Благовещенске в ДТП пострадал пешеход. Авария с его участием произошла вечером 23 апреля в районе 50-летия октября 134. Как сообщили в ГИБДД, водитель иномарки не заметил и допустил наезд на сидящего на проезжей части человека. Последнего с тяжелыми травмами госпитализировали. Другими обстоятельствами занялись полицейские. Что еще произошло в Амурской столице в прошедшие сутки, расскажут корреспонденты города 24 и я, Екатерина Борисова. Здравствуйте. Акт агрессивного вандализма. Мэра Олега Имамеева возмутила опасная выходка Благовещенца, расстрелявшего остановку в микрорайоне. Зеленый цвет дружбе, красный борщу. Международные кулинарные поединки устроили начинающие повара двух берегов Амура. Звездный экспресс. Титулованные представительницы художественной гимнастики провели двухдневные тренировки для подрастающих горожанок. В микрорайоне водитель иномаркера стрелял автобусную остановку. Акт агрессивного и опасного вандализма прокомментировал мэр Амурской столицы Олег Имамеев в своем Телеграм. Цитата. Пару дней назад владелец авто с надписью «5 утра», видимо, решил покрасоваться перед девушками. Подвез их к остановке возле ОМГУ, высадил, потом достал, по всей видимости, пневматический пистолет и выстрелил в стекло павильона. Конец цитаты. Кадры нарушения общественного порядка, которые глава столицы Преамурья приложил к своему сообщению, зафиксировала камера видеонаблюдения. Их, так же, как и данные о водителе и его авто, передали в полицию. Противодействовать другим нарушителям общественного порядка будут отпугиватели. Это поможет городу с решением грязного вопроса после ночевок в областном центре Вороних Стай. О проблеме благовещенцы сообщили во время прямого эфира с губернатором Преамурья Василием Орловым. Несколько человек пожаловались на Ворон, вернее, на то, что они оставляют после себя. Ситуацию прокомментировал мэр Олег Имамеев и заверил, что грязные следы, которые пернатые оставляют, не только неприятные, но и доставляют хлопоты, связанные с уборкой мафов, тротуаров, остановок. По словам градоначальника, несколько лет назад в Амурской столице установили отпугиватели. Эффект есть. Поэтому приобрели еще четыре устройства. До конца апреля их смонтируют в районе, который больше всего облюбовали Вороны. На пересечениях Амурской Пионерской и Горького Пионерской, так же на Пионерской 10 и 50-летие октября 18. Всего же на прямую линию к губернатору обратились почти полсотни благовещенцев. Больше всего они интересовались дорогами, благоустройством. По словам Олега Имамеева, все вопросы переданы в работу профильным управлением. В профильном управлении, занимающемся налогами амурчан, собрали их самые популярные вопросы в преддверии дня подачи декларации о доходах и подготовили доступные ответы на них. Так, согласно информации ведомства, отчетные финансовые документы необходимо предоставить почти двум тысячам жителей региона. Те, что продавали имущество, срок владения которым составлял меньше трех лет. Другие тонкости приближающейся компании узнаете далее. Каждый год с января по конец апреля физические лица, которые получили доходы, с которых не были удержаны налоги, обязаны отчитаться в налоговый орган. Обычные физические лица, такие как мы с вами обыкновенные люди, у них по месту работы работодатели удерживают налог на доходы физических лиц. Но есть ряд случаев, когда физические лица обязаны предоставить декларацию по форме 3НДФЛ. Каждый год это 30 апреля, но в этом году в связи с переносом праздников это 2 мая. То есть не позднее 2 мая физические лица должны отчитаться в налоговый орган, если они, например, продали имущество, транспортное средство, грозеям или дом, квартиру, если они получили доход от продажи ценных бумаг по уступке право требования, от продажи доли в основном капитале, если такие люди сдавали в аренду имущество, квартиру, гараж или машину, если физические лица получили в дар не от близких родственников какое-то дорогое имущество, то есть это все есть повод заполнить декларацию 3НДФЛ и ее сдать обязательно в данном случае не позднее 2 мая. Но вот этот срок 2 мая, он не распространяется на тех граждан, которые подают, вернее, которые заявляют право на налоговый вычет. То есть если в прошлом году лечились сами, лечили своих детей, может быть, кто-то где-то обучался, то в этом случае декорацию можно сдать в течение всего года. Также должны отчитаться о полученных доходах предприниматели на общей системе налогоблажения, арбитражные управляющие, оценщики, адвокаты. Но нам важно именно сориентировать в вопросах представления декорации и вообще, как это правильно сделать, физических лиц, потому что не так часто люди продают что-то, поэтому они могут просто в принципе не знать, что есть срок и что нужно подать декларацию, которую нужно заполнить обязательно. Как лучше это сделать? То есть как лучше подать декларацию? Подать декларацию лучше через электронный сервис сайтов НС России, личный кабинет налогоплательщика. Многие думают, что это сложно. На самом деле это не сложно. Тем более, если налоговые органы могут в этом помочь и подсказать. У нас в Благовещенске каждую среду проходят мастер-классы, на которых мы помогаем людям заполнить декларации либо от продажи, если такая, то есть необходимо представить в этом случае, как обязанность возникла у человека, либо декларацию в связи с тем, что есть возможность вернуть часть потраченных денег, то есть это социальные, имущественные, налоговые вычеты. Почему через личный кабинет подать декларацию удобнее? Потому что, во-первых, в личном кабинете подтягиваются в декларацию все паспортные данные человека, его доходы, потому что в личном кабинете содержится информация о доходах по месту работы. Соответственно, это все подтягивается к декларации. И такая декларация быстрее проверяется, потому что если по налоговому кодексу срок проверки декларации, срок камеральной проверки составляет 3 месяца, то здесь, в связи с тем, что уже все в принципе в декларации есть, и добавить в нее информацию несложно, и все документы, подтверждающие что-либо, к ней тоже приложены, то здесь будет гораздо быстрее. То есть где-то до 15 дней так можно получить доступ в личный кабинет. Можно зайти в него по паролю от портала Госуслуг. Этот пароль от портала Госуслуг можно получить в любом отделении МФЦ. Там же, если вы хотите получить регистрационную карту с паролем конкретного от личного кабинета, то сотрудники МФЦ тоже могут вам выдать такую парольную карту. Также парольную карту можем выдать и мы в налоговой инспекции. Что будет, если не представить такую декларацию? Как минимум штраф за ее непредставление. А дальше уже, если в декларации рассчитана сумма налога к оплате, то, соответственно, еще пенят за неуплату этого налога. Узнать секрет насыщенности красного борща решили студенты из Поднебесной. Приехали в Амурскую столицу по обмену в рамках соглашения между университетом Хэйхэ и Благовещенским рестораном дальневосточной кухни. Бренд-шеф последних не только руководил процессом готовки, но и судил международные соревнования, поучаствовать в которых не помешал ни языковой барьер, ни специфический для русской кухни кулинарный инвентарь. Противостояли новичкам студенты Амурского колледжа сервиса и торговли. Чьи явства оказались вкуснее, расскажет моя коллега Наталья Борас. Исконно русское блюдо, которое чаще всего подают добротно приправленным сметаной и зеленью, оказалось диковинкой для студентов из Поднебесной. Непривычными оказались инструменты, которые потребовались для его приготовления. Несмотря на это, жители дружественной страны посчитали своим долгом попытаться воспроизвести и не испортить вкус шедевра национальной кухни России. Русская кухня и китайская кухня сильно отличаются. У нас, когда готовят, нужен сильный газовый огонь, а у вас плитки и инструменты-ножи тоже разные. Сначала мы сразу не привыкли использовать русские инструменты приготовления, а потом я чуть-чуть привык. И попробовали порции, которые сами варили, и вкусно было. Параллельно с иностранными на кухне кружились и российские студенты, получающие поварскую специальность в Амурском колледже сервиса и торговли. Кулинарная площадка стала для всей молодежи не только местом обмена опытом, но и состязаний. Попробовав борщ, приготовленный иностранными гостями, я могу сказать, что он очень даже получился ничего, да, вкусный, но имеет также свои какие-то вкусовые показатели в плане пряности, непряности, потому что у каждого человека вкус разный. Борщевой экспромт не оставил равнодушным и нашего телеоператора, вызвався продегустировать свое любимое блюдо, вышедшее из-под ножа гостей. Да, очень вкусно наварить, ты борешь, мясо мягкое, панкушка, супер чесночная. Профессионально оценивали результат представители жюри, сотрудники колледжа и бренд-шеф Буговещенского ресторана Дальневосточной кухни. Он же руководил процессом приготовления красного супа и раскрыл нашей съемочной пару секретов, с помощью которых можно добиться нужной насыщенности популярного первого. Бывает, что свекла приходит не всегда яркая, поэтому, когда мы свеклу чистим, мы ее сначала моем с губкой от земли, когда ее уже почистим, мы кожуру не выкидываем, а на ней делаем отвар. То есть, грубо говоря, такая природная краска свекольная. И потом уже добавляем в сам борщ готовый. Во время завораживающего кулинарного процесса участники забыли про языковой барьер и понимали друг друга без слов. Кроме традиционного борща, делегация из Китая владела техникой приготовления русских салатов, бифштекса и пельменей. Для них это прекрасная возможность познакомиться с русской кухней, посмотреть, как это все происходит на действующем предприятии, посмотреть рецепты. С ними работает наш шеф-повар. Первая группа студентов приехала к нам в рамках этого соглашения на этой неделе. Они сегодня здесь уже четвертый день. У нас есть такая замечательная договоренность с нашим колледжем сервиса и торговли. Они нам предоставили свою прекрасную современную лабораторию, где студенты китайские и студенты наши российские вместе готовят при непосредственном участии нашего шеф-повара. Такая коллаборация – результат международного соглашения между Благовещенским рестораном «Иволга» и Хэйхэйским университетом, студенты которого приехали на Амурскую землю по обмену. Учащиеся наших СУЗов отправятся постигать мастерство владения ВОКОМ и другим инвентарем китайской кухни в мае. Наталья Барас, Леонид Уткин, программа «Город». Бал кукол, экскурсии для инвалидов-колясочников и астрофотография. Свои проекты и идеи их воплощения раскрыли победители муниципального грантового конкурса. Поддержку творческих идей и инициатив благовещенцев городские власти оказывают на протяжении 13 лет. В этом году за счет муниципального бюджета реализуют 10 социально значимых проектов. Их авторы на встрече поделились, когда новые события и объекты впишутся в культурную конву Благовещенска. Так в парке дружбы установят диджитал-киоск «Парк дружбы. История и современность». Библиотека обсерватории имени Бориса Машука научит жителей и туристов Благовещенска астрофотографии. В детской музыкальной школе откроется музей редких уникальных инструментов. В День защиты детей больше сотни мастеров-кукольников со всей страны соберутся на первый бал кукол на Амуре. Специально для инвалидов-колясочников организуют серию экскурсий по историческому Благовещенску. 7 мая городские фигуристы совместно с воспитанниками кадетского корпуса покажут ледовое представление «Вальс Победы». 24 мая ученики ЦДШИ устроят праздник хорового искусства. Еще один знаменитый на весь мир коллектив – ровесники. К 95-летию Вячеслава Белоглазова восстановят танцы и постановки прославленного педагога-хореографа. Самое главное – спасибо вам за то, что вы все умеете объединяться. Конечно, легче всего самому взять и что-то сделать, не объясняя, не доказывая, не рассказывая, а просто повысить свой уровень профессионального мастерства, где-то обучиться, где-то поставить себе путеводную звезду и к ней идти. Но когда ты идешь один, никогда не получится такого результата, который вы все показываете. Поэтому спасибо вам большое за то, что вы умеете и желаете слушать и слышать. На все проекты из городского бюджета выделили почти полтора миллиона рублей. На то, чтобы распорядиться федеральными финансами, у горожан осталось меньше недели. Рейтинговое голосование по выбору сквера, который отремонтируют в 2025 году, завершается 30 апреля. Свои пожелания высказали почти 28 тысяч благовещенцев. Большая часть, 8,5 тысяч, остановила свой выбор на сквере на перекрестке Калинино-Октябрьской. На втором месте территория в районе студенческой 32-38. С небольшим отрывом за ней следует локация в переулке Крестьянском. Сквер Уцева и площадка на Амурской Шимановского занимают 4 и 5 места соответственно. Отдать свой голос необходимо до 30 апреля на сайте, указанном на экране. Авторизоваться получится через профиль в госуслугах. Приводить город в порядок, но уже своими руками, жители Амурской столицы продолжат до 17 мая. Самую чистую благовещенскую акцию продлили из-за большого количества желающих. Общегородская уборка стартовала в первых числах апреля. За это время в ней поучаствовали 11,5 тысяч горожан, которые навели порядок больше, чем на 500 площадках. Однако заявки на проведение субботников продолжают поступать. Поэтому в администрации областной столицы решили продлить самую чистую акцию до 17 мая. Всем, кто желает в ней поучаствовать и избавить от мусора свои дворы или общественные территории, следует обратиться в управление ЖКХ. Собранное бесплатно примет регоператор «Полигон». Развитием спорта на Дальнем Востоке занялись соличные звезды мира художественной гимнастики. Под их свечением оказались и благовещенские воспитанницы грациозного ремесла. В рамках двухдневных мастер-классов детей познакомили с тонкостями непростых танцев на ковре, способных сформировать крепкую базу для успешного профессионального пути. Я решаю, что я помогу, скажу, что я правую, в шкуре, в левую. И поднялись сюда. С забуйством движений в ритме морской волны кроется не детская игра, а упорная работа над формированием крепкого личностного стержня и спортивного мастерства. Стать ближе к пьедесталам помогают экспресс-уроки от титулованных кумиров, прибывших во мужскую столицу лишь на два дня. За это время юные гимнастки смогли укрепить свой арсенал гибких навыков и дополнить его новыми. Некоторые прям новые, я ни разу не пробовала их. А некоторые – это как идет база, как повторение просто. Ну, а вообще мастер-класс – это вот прям немного волнительно, потому что приезжают люди из Москвы, профессионалы своего дела, они приезжают, объясняют, и вот ты прям полностью вникаешь в это дело. Ты пытаешься как можно больше забрать вот этого знания от них. Багаж знаний профессиональные спортсмены художественной гимнастики возят по Дальнему Востоку с прошлого года. Идея возникла из-за географической отдаленности субъекта от центральной части России, где сконцентрированы специалисты высокого уровня. А значит, можно попросту проглядеть подрастающие таланты в ДФО. Мы создали общество, которое сначала называлось «Восход», и в этом году мы его переименовали, потому что за нами начала следить Ирина Александровна Винер, делала над нами кураторство, и нам, как бы скажем так, она взяла кураторство в полном объеме и переименовала его в «Амурский тигр», чтобы мы захватили как можно больше регионов. Поэтому мы, в общем, ездим по Дальнему Востоку, мастер-классы делаем, и в этом году мы провели первые соревнования на Дальнем Востоке, где выполняются мастеров спорта, где можно выполнить мастеров спорта. В Амурской столице Амина Зарипова второй раз. В этом году привезла свою воспитанницу, 18-летнюю Диану Симошину. С трех лет девушка упорно постигала сложный путь художественной гимнастики под крылом тренера и стала мастером спорта международного класса. Сейчас же помогает наставнику передавать накопленный опыт юному поколению. В Благовещенске, например, разделили по возрасту на две группы, чтобы охватить разноуровневые категории учениц от шести лет. С девочками постарше намного легче работать, потому что у них есть уже какая-то база определенная, они уже чувствуют свое тело, примерно понимают, как что-то делать, просто нужно чуть подсказать. А совсем маленьким нужно с самого начала, как правильно держать предмет, как вращения идут, потому что они не чувствуют еще, и нужно вот поподробнее объяснять им. Кому-то что-то это проще, кому-то сложнее, но мы стараемся, чтобы у всех все получалось, просто кому-то больше уделить внимания, объяснить чуть поподробнее. Но рано или поздно все равно все получается. Также в рамках двухдневных мастер-классов Благовещенки успели получить пару уроков владения гимнастического инвентаря. Эти и другие навыки, которым последовательницы изящного спорта научились за учебный год, продемонстрируют в июне на итоговых соревнованиях по художественной гимнастике «Жемчужные узоры». Этот мастер-класс походит два дня, и тоже интенсивно, то есть у нас получается по три часа почти, два раза в день, то есть у нас утреннее и послеобедничное идет. И дети, основам тех элементов, у нас сейчас в этом году добавилась скакалка, для некоторых детей это забытый вид был, с ним мало работали, только чисто для разминки, а сейчас им уже владеем более серьезно, и уже составляются упражнения, выступают. И поэтому для нас очень важно, что к нам приезжают, так как многие дети не могут позволить себе уехать на Запад, пойти на мастер-класс. Мастер-классы от профессиональных спортсменов для области не редкость. Регулярно в регион приглашают титулованных кумиров, которые своим примером помогают амурчанам не сдаваться на пути к высоким пьедесталам. Галина Мартынова, Андрей Федореев, программа «Город». Сборная других благовещенских спортсменов стала победителем 26-й спартакеады по плаванию среди городов Приамурья. Золото в копилку амурской столицы принесли Виктория Малахова, Мария Шатная, Роман Калюжин, Иван Рыбалка. Городами-участниками выступили также Белогорск, Райчихинск, Шимановск, Зея, Циолковский, Магдагачинский район и Тында – хозяйка водного турнира. По программе соревнований пловцы преодолели дистанцию в 25 и 50 метров вольным стилем и сразились в командных эстафетах. Благовещенцы сорвали первенство с командным результатом в 364,5 баллов. В 2024 году всероссийская акция «Бессмертный полк» не состоится в привычном очном формате. Шествия заменят на альтернативные варианты. Такое решение приняли из соображений безопасности, пишет Порта Мурса с ссылкой на известие. Так, например, предлагают размещать портреты героев Великой Отечественной войны на автомобилях, средствах авиационного и водного транспорта, наносить фотографии на одежду или сделать бэдж с информацией о ветеране. Истории фронтовиков можно публиковать в соцсетях с хэштегом «Мой бессмертный полк». Эта новость завершает выпуск. Всего доброго. Встретимся в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok